Добрый день, в эфире телеканала Югра. Новости, с вами Дмитрий Пришвицин. Губернатор Югры продолжает рабочие поездки по муниципалитетам. Мощные встречи с главами, депутатами и местными жителями стали уже традиционными. Погружаясь в повестку каждой территории, Наталья Комарова узнает о том, насколько эффективно управленцы исполняют свои обязательства перед югорчанами и решают возникшие проблемы. Так, сегодня губернатор оценила положение дел в Советском районе и посетила несколько социальных и инфраструктурных объектов. Первым стал лесопромышленный комбинат. Там побывала и наша съемочная группа. Подробности у Натальи Акст. Я нахожусь на лесопромышленном комбинате. В поселке Коммунистический производят сухой пиломатериал и различные изделия из дерева. Например, напольную террасную доску, имитацию бруса и вагонку. За три года работы объем производства предприятия выросли в девять раз. В 2021 году у комбината появилась полуавтоматическая линия упаковки готовой продукции в термоусадочную пленку. Также была налажена переработка горбыля, деревянной доски, у которой одна из сторон выпуклая. Это позволило существенно снизить количество отходов от основной линии лесопиления. Сейчас, так как ситуация со сбытом деревянной продукции довольно-таки тяжелая, мы не сидим на месте, поэтому рассматриваем сами дополнительные точки сбыта. Сейчас идет очень большой спрос, причем спрос идет не только в России. Потому что деревянное домостроение набирает определенную моду. Ну и опять же в условиях, например, возьмем Узбекистана, Грузии, когда это годная местность, это легкая доставка, быстрая возводимость данного сооружения. Вы сразу притягиваете потребителей? Да, они готовы уже заключить на сутки домов контракт. Отлично, это очень удобно. А это вся наша продукция? И спрос высокий на деревянное домостроение. Комбинат нацелен и дальше расширять свое производство. В прошлом году были приобретены автоматизированный пильный комплекс и две углевыжигательные печи для изготовления древесного угля. В предприятии готовятся и к запуску производства древесной муки. Это позволит создать дополнительно 15 рабочих мест. Кроме того, в рамках соглашения с Уральским государственным лесотехническим университетом на базе комбината будут проводить научные исследования и апробации экспериментальных разработок. А еще займутся подготовкой кадров для лесотехнической отрасли региона. Наталья Акс, Леонид Чемляков, окружная телерадиокомпания Югра из Советского района. Сегодня православные россияне отмечают большой праздник – крещение Господне или Богоявление. В этот день церковь вспоминает, как Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Сегодня верующие окунаются в Иордане, вырубленные на водоемах или расположенные на территориях храмов. Всего в Югре оборудовано 63 купели. Для удобства каждая из них отражена на интерактивной карте. С помощью мобильного устройства можно найти ту купель, которая находится ближе к вам. Врачи и священнослужители напоминают югорчанам, при погружении в воду следует серьезно относиться и соблюдать церковные традиции, и не забывать о состоянии своего здоровья. И чтобы действительно все было в рамках церковной традиции, не выходило за ее пределы. Чтобы, когда люди видели священника, они вели себя более сдержанно, благочестиво, совершали все это с молитвой. И вот тогда действительно этот обряд имеет смысл. А если все это совершается в состоянии искаженного сознания и с матершиной на устах, сигаретой в зубах и селфи для различных наших интернет-ресурсов, то от этого нет никакой пользы и никакие грехи от этого не смываются. Я постараюсь сделать так, чтобы люди, увидев пример, как это должно совершаться, вот глядя на меня, все-таки проводили крещение, как подобает православным христианам. Новость, которая порадует любителей лыж. В Нижневартовске построят большой спортивный комплекс, как раз ориентированный на зимние виды спорта. Речь идет о лыжных гонках и биатлоне. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Тренироваться в центре смогут как профессиональные спортсмены, так и поклонники активного отдыха. На месте будущего спортивного объекта побывал Михаил Светышев. Здесь, на берегу озера, уже к концу нынешнего года, появится биатлонный центр. Со стрельбищем, с лыжной трассой, длиной 2 километра 300 метров и с разборными трибунами для зрителей на 244 места. Строительство центра общественной инициативы. Вартовчан в этом поддержала губернатор Наталья Комарова. Стоимость объекта оценивается почти 275 миллионов рублей. Часть средств выделили из муниципального бюджета. Основную долю финансирования в рамках социального соглашения о сотрудничестве с правительством округа взяла на себя нефтяная компания «Роснефть». Подрядчики уже приступили к работам. Демонтажу, планировке и к испытанию свай. А уже к маю здесь появится первое строение – административный корпус. В административном здании предусмотрены помещения для тренеров, судей и спортсменов. А также медицинский кабинет, душевые и санузел. А на территории центра, кроме лыжной трассы, трибун и стрельбища, разместят фотозоны с арт-объектами и информационное табло. Проект внесен в народную программу «Карта развития Югры» и станет одним из самых крупных объектов, построенных Нижневартовски за последние годы. Сегодня Нижневартовские биатлонисты и лыжники тренируются в городе на Комсомольском озере. Там есть лыжная трасса, но все же занятия на свежем воздухе, на природе, в окружении леса будут более эффективными. Новая тренировочная площадка позволит готовить спортсменов на более профессиональном уровне. Здесь можно будет проводить соревнования различного уровня. В Нижневартовске много фанатов лыжных гонок и биатлона. Только тех, кто занимается этим спортом, профессионально около 400 человек. В сборную «Югры» входят 12 биатлонистов-вартовчан, а пятеро входят в сборную России. С появлением собственной тренировочной базы количество именитых спортсменов из столицы Самотлора намного увеличится. Михаил Светышев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Большую стройку завершили в Ледовом дворце Советского. Спортзал требовал капитального ремонта. Специалисты обновили крышу, полностью поменяли напольное покрытие в зале. Теперь здесь профессиональный спортивный паркет. На это затрачено около 32 миллионов рублей. С финансированием помогли недропользователи. Новый пол находится на гарантии подрядчика. Он будет контролировать его состояние в течение пяти лет. Добавлю, совещане ожидают, что после реконструкции в спортзале Ледово можно будет проводить мероприятие не только муниципального, но и регионального уровней. Покрытие было линолеум старый. То есть его полностью демонтировали. Зачищали полы. Первый верхний слой снимали вообще полностью. Под пылесос так же, как сейчас ребята делают. Потом были наливные полы, самоналивные полы. Где-то слой от 6 миллиметров до 1,8 сантиметра. Потом идет гидроизоляция у нас пленочная. Растилается. На трассе Ханты-Мансийск-Нягонь погибли 3 человека. Смертельное ДТП произошло накануне утром. 27-летний водитель за рулем газа выехал навстречу. В итоге автомобиль столкнулся с грузовиком ИНО. В аварии погибли водители и пассажир газа, а также водители на марке. Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировали 3 ДТП. Три человека погибли, четыре получили ранения. Сотрудниками госавтоинспекции задержано 7 нетрезвых водителей. Один автолюбитель отказался от прохождения свидетельствования. Еще пятерых задержали за повторное вождение с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 62 водителя и 51 за нарушение правил перевозки детей. Волейболисты «Газпром Югры» прервали безвыигрышную серию игр. Она, к слову, составила 8 матчей. Долгожданная виктория случилась в югорском дерби. Накануне в Сургуте газовики сошлись в очном противостоянии с югорсом Атлором, ближайшим преследователем в турнирной таблице. В первой партии вортовчане дали хороший отпор хозяевам паркета, и она завершилась со счетом 25-23. Во втором игровом отрезке газовики взяли верх с перевесом в 4 очка. В третьей партии преимущество было уже в 6 мячей 25-21 и 25-19 соответственно. Итог противостояния 3-0. Газпром Югра одержала пятую победу в Суперлиге и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Югра Саматлор, в свою очередь, осталась на 13-й строчке, а это на сегодняшний день оставляет вортовчан за бортом раунда плей-офф. Югорская биатлонистка Екатерина Носкова может выступить на чемпионате страны по лыжным гонкам. Поддержал желание спортсменки ее тренер Артем Истомин. Как сообщила Екатерина, сейчас ждут одобрения от президента лыжных гонок страны Елены Вяльби. Также наша спортсменка отметила, что ей было бы интересно проверить свои силы в спринте и разделке. Отмечу, что югорские биатлонисты уже навязывали конкуренцию на лыжне. Перед началом этого сезона Елизавета Каплина заняла третье место в гонке на 5 километров свободным стилем. Соревнования «Югорье. Первый снег» прошли в ноябре в Ханты-Мансийске. А два года назад Никита Поршнев занял третье место на королевской дистанции югорского лыжного марафона. Сейчас наши биатлонисты находятся в Раубичах, где проходит Кубок Содружества. Сегодня девушки бегут первую гонку этого этапа, а они соревнуются в спринте. Мужская гонка состоится завтра. 19 января в Югре стартует первенство округа по боксу среди юношей 13-14 лет. Отмечу, что зональные соревнования пройдут сразу в трех городах – Нягань, Нефтьюганский и Белоярском. На соревнования соберутся боксеры из Нижневартовска, Коголыма, Лангипаса, Покачей, Ханты-Мансийска и других муниципалитетов. Спортсмены сразятся в разных весовых категориях. Награждение победителей и закрытие соревнований состоится 22 января. В Сургуте проведут иммерсивный концерт «Где зимует танец». Главная задача таких спектаклей – вовлечь зрителей в действие для того, чтобы он сам стал активным участником постановки. На концерте гости и артисты поговорят о том, каким бывает танец, как он рождается, есть ли у танца душа, где он живет и где зимует. Зрители попробуют выполнить определенные танцевальные движения, а также стать живым оркестром для артистов. Концерт состоится 21 января в 16 и 18.00 в Сургутском музыкально-драматическом театре. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта выросла в цене на 20 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 68 рублей 87 копеек. Стоимость европейской валюты также выросла в цене, но на 32 копейки. За 1 евро сегодня предлагают 74 рубля 58 копеек. К этому часу это все новости от моих коллег. До новых встреч на телеканале Югра.